И доброго времени суток, дорогие друзья. Ну что, сегодня поговорим о том, куда же ушли черные купоны. Ну, как бы они уйти могли только в пояс, я согласен, тут особо вариантов нет. Но то, как они ушли, посмотрите. Также посмотрите, как я крафтил эликсир и как я делал попытки для синтеза камней. Ну и, естественно, еще плюс один левел также будет в этом выпуске для нашей ШИЕ. Но перед просмотром не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться на канал, вступать в Телеграм. И также не забывайте про реферальную ссылку, которая есть под этим видео. Переходя по ней, новые игроки, вернувшиеся, получат куб помощи партнера, который облегчит вашу прокачку. Погнали смотреть. Ух, не знаю, вот до сих пор для меня какая-то радость. Вы знаете, открывайте инвентарь, а тут у тебя новый предмет, гравированная рапира. Ну, с одной стороны, да, она недорогая, не какая-то прям эксклюзивная. Ну, просто вот приятно. Приятно, когда такие вещи, они вот сами по себе падают, да, где-то в локации. Ты просто стоишь, и вот они тебе дропаются. Просто, знаете, я уже, наверное, зажрался по большей части, потому что там, типа, дроп шлема, там какой-нибудь перчаток. Он меня уже особо не удивляет. А вот пушечка, особенно если вы играете со звуком, да, вот этот звук выпадения оружия. В L2, я думаю, он вас вот прям перемещает куда-то вот в те вот далекие-далекие времена и заставляет вас еще немножко поностальгировать. В общем, само по себе вот такое увидеть в инвентаре, это очень приятно. Ну что, друзья, сейчас у нас идет относительно неплохая акция. Да, в плане камней я ее обозревал, естественно, вы, конечно, увидите это в будущем. Но я говорил, что таргет на камне покупать всегда хорошо, всегда здорово. И вот сейчас я решил попробовать посинтезировать немножко камней на шее. Если вы помните, у меня здесь четвертый оникс есть. И хотелось бы просто сделать что оникс, что шпинельку пятыми. Не знаю, насколько это удастся или нет. 84 камушка у нас имеется. Плюс еще здесь у нас есть первый, второй и третий левел. Также здесь еще есть остальные камни. Ну, давайте переходить к открытию. Как вы помните, относительно легко мне удалось сделать коралл, циркон. Ну, как-то вот с ними повезло. А вот со шпинелью, с ониксом, ну, возникли некоторые трудности. Поэтому вот хотелось бы эти трудности, пока у нас идет подобная акция, как-то вот, ну, как-то вот что-то с этим сделать, в общем. Поэтому попробуем сейчас посинтезировать их. И посмотрим, что, естественно, из этого получится вообще. Как это все будет выглядеть. Вообще, конечно, благодаря предыдущей акции можно купить готовые камни. То есть, прям вот сразу готовый камень пятый. Ну, я посмотрел, что, ну, не знаю, захотелось мне. Знаете, по рандоме всегда вам говорю, покупайте готовые. А сам потом беру и рандомлю. Ну, бывает такое. Ну, мне для контента надо. Для вас, конечно, если вы хотите максимальный профит получать, то, естественно, лучше, в идеале даже, берите и покупайте готовые. Потому что, ну, рандом он такой. Но иногда может дать, а иногда ничего не дать. Вот сейчас он взял, мне один камушка ставил. А зачем он мне? А он мне не нужен. Но это уже не важно. Поехали второй левел синтезировать на третий левел. Нам надо, ну, вообще, как-то попытаться сделать как можно больше четвертых камней, чтобы у нас было больше попыток на пятый левел. Не знаю, удастся нам это или не удастся. Но вариантов у нас других нет. Так, итого, третьих у нас тут получилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И одиннадцатый это тот, который был у меня. Поехали синтезировать на четвертый. Шанс 35%. Это вроде и немного, и вроде и немало. Но насчет камней, кстати, я не знаю. Вы можете в комментариях написать, как вообще повезло, не повезло. Вот в плане того, что такое количество третьих получилось. Я, к сожалению, не знаю. Фейлится у нас что-то все. Как-то плохо. 35% конечно мало. Нам надо будет попасть еще и в 30%, по-моему, процентов на пятый левел. Все, да, получается, последний трай. И он тоже фейлится. У нас всего один трай с вами на то, чтобы сделать пятый левел. Я не знаю, что нам надо сделать. 30% это мало. Фух, ну выдыхаем. И давайте попробуем. На, нет. Он фейлится. И остается у нас четвертый левел. И опять первый, второй, третий. То есть все вот эти камни, которые я покупал, все, которые я скидывал, они просто ушли в никуда. Ну давайте берильчик теперь сразу откроем. Попробуем что-то сделать с ним. Шпинельку даже не вижу смысла открывать. Ну, 8 камней. Ну, что-то как-то... Думаю, вы сами, да, понимаете. Ну, как бы берил даже на 2. Он фейлится. То есть тут не говоря уже о чем-то другом. Всего 3 камушка у нас есть. Поехали на 3 пытаться их делать. 40% шанс. И они все фейлятся. И, естественно, мы не получаем ничего. Первый, второй левел остается. Первый, второй, третий. Оникс остается. То есть вернулись к тому, что было. Только ушло 84 камня. Неизвестно пока куда. Ну, будем пробовать дальше. Что еще поделать. Других вариантов нет. Ну, что, друзья. Этот момент конкретно для меня наступил. Вы это, естественно, уже увидите позже. Ну, все же. Речь пойдет у нас о вот этих вот замечательных двух молодых людях. И вот этом вот молодом человеке. Короче, ну, немножко страшновато. Мне я, конечно, в первый день не точил. Ничего не делал. Решил немножко подождать. Потому что там делал обзор акций и так далее. Просто решил немножко подождать. Естественно, про ваши результаты я спрашивал. Вы рассказывали об этом мне в телеграме. Я очень рад за тех, у кого не получилось. Ой. Очень извиняюсь. Очень рад за тех, у кого получилось точнуть. И я надеюсь, что у тех, кто не точнул, в будущем что-нибудь обязательно придет. Причем придет лайтово. Какой результат будет у меня, я не знаю. Сейчас мы будем смотреть. Как я уже говорил, я не особо в это верю. Но купоны дали на халяву. Пользоваться ими надо. Шестой пояс. 26% шанс это на 1% больше, чем достать книжку с особого создания двухзвездочную. Ну что ж. Поехали с вами. Первая точка. При неудаче значимая модификация сохраняется. Продолжить. Ой, нет. Давайте мы не будем. Давайте лучше пусть сразу сломается. Естественно, продолжить. Поехали. 26%. 26% один раз. 26% сейчас будет второй раз. Жалко, что 8 очков мы никак не можем применить. Но что поделать. Мы начали и мы должны сейчас закончить. Подтверждаем модификацию. И остаемся шестым поясом. Минус 2 купона. Ну, это было, знаете, честно говоря, не было для меня какой-то неожиданностью. Да, я, честно говоря, верил. Месяц август. Я не знаю, что у меня там будет в сентябре. Может быть, в будущем уже у меня что-то хорошее случилось. Но месяц августа у меня какой-то прям печальный. Давайте теперь прокрутим эликсир. И, к сожалению, не сделали мы седьмой. Если бы сделали седьмой пояс, можно было про него вообще забыть. Ну, в плане того, что как бы, что вот на него уже там смотреть. Там главное, что он дает инту дополнительную. И следующую инту он будет аж давать на десятом левле. Поэтому для меня седьмой был бы идеальным. Эликсир у нас еще 2 троя остается. Пока 2 троя у нас неудачные. Ну, там мы не попали в 26%. Тут мы пытаемся попасть в 5%. На что надеемся? Непонятно. Последний троя эликсира. И получаем 7 порошочка обратно. В общем, да, логин ивент это на самом деле классная штука. Я думаю, что, ну, я знаю, что большинству из вас повезло. И это здорово, что это халявный был буст. Который вы ничего, абсолютно не тратите. Вам всего лишь полчаса надо в игре провести и забрать награду. И с этой наградой вы могли очень даже ничего так забуститься. К сожалению, я не из тех людей. Мне не повезло. Очень буду надеяться, что когда-нибудь, ну, не знаю, возможно, в будущем мне повезет с чем-то. Ну, побольше. Во всяком случае, я надеюсь, что такого августа больше не повторится. Хотя, может быть, это уже дело не в августе. Я во второй половине года, не знаю, не буду, не хочу сглазить. Короче, ничего не зашло, к сожалению. Ну что, друзья, вот и наступил тот самый момент, которому я шел практически, ну, практически 5 месяцев. Да, сегодня вот 26 августа на момент записи, да. То есть, чар был создан 1 мая. Вот сейчас мы с вами будем апать заветно. Ну, не то, что прям заветно, но это просто как бы следующая ступень. Это 89 уровень. Да, все верно. 89 апнули. Ну, потребовалось, вот я вам говорю, практически 5 месяцев, да. Изучаем, что у нас тут есть. Нет, точнее, не изучаем. Забираем. У нас тут есть новый конь. Новый конь. 24 свитка увеличения опыта, между прочим. Хороший стимул, чтобы апать левел, кстати. И учим, ну, учим, естественно, святой луч первым делом. Второй учим атаку жреца. Это немножко еще маг атаки прибавит. Ну, и дальше уже тут по усмотрению. Еще раз напоминаю всем тем, кто апает высокие левела, что первым делом изучайте всегда скиллы, которые вам нужны, которыми вы пользуетесь. Потому что СП может не хватить. Будьте в этом смысле очень внимательными, потому что, ну, всякое бывает. Можете что-нибудь нажать, оно выучится, и не хватит его, и так далее, и тому подобное. Помимо того, что мы выучили с вами только что скиллы, и уже порадовались 89-го левела, еще можно кинуть очко характеристик. Вот в инту, естественно, куда же еще и получить. Еще сверху практически 200 маг атаки тоже. Ну, приятно немного хоть. Но все равно это как бы новая такая ступень. Ну что? Роад ту 90-й получается. Да, я бы сказал 90-й так же, как и роад ту. Но, к сожалению, не знаю, как это будет на английском. Не особо в нем силен. В общем, я очень надеюсь, что этот чар апнет 90-й вот за ближайшие 2 месяца. Чтобы как раз у меня ушло на прокачку этой шилки полгода до 90-го левела. А там посмотрим. И вот такой получился ролик. Да, наверное, единственная здесь такая положительная нотка, это только ап 89-го. Но он бы случился бы и так. И как бы в любом случае мы пришли бы к нему. Но, к сожалению, да, с купонами все получилось относительно грустно, относительно печально, но ничего с этим не поделаешь. Ну, как есть, да. Я думаю, что вы понимаете прекрасно, что это рандом. И я думаю, есть, да, среди вас такие люди, у которых тоже ни одного купона не зашло и ни одного эликсира не скрафтилось. Добро пожаловать в клуб. Так что, да. Ну, надеюсь, в любом случае ролик вам понравился. Вы не забыли поставить пальчик вверх, подписались на канал, вступили в Телеграм для дополнительного участия в розыгрышах на монетки. И также не забыли про рефералочку, которая есть в описании. С бонусами, да. На этом у меня все. С вами был Душа Молодой. Всем хорошего, доброго, светлого, нефильтрованного или темного, кто как пожелает. Удачи вам. И самое главное, не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok